Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Второе свидание с мужчиной. Мне 39, ему 42. Первый раз показался закомплексованным, второй раз получше себя вёл. Но под конец завёл разговор о том, что я уже почти вышла вторая. Не такими словами, но примерно, что надо понижать планку и брать что-то даю. Так я никого не найду, надо ребёнка скорее рожать. Нет, разговор неприятен, так как мы ещё толком друг о друге ничего не узнали, а он сразу давит возраст. Суть ли соглашаться на отношения с ним? Правда, давно одна, но тут у меня внешне приятен, но содержание у нас разное. Ольга, я думаю, что здесь налицо конфликт. То, что движет вами идти на свидание и общаться с мужчиной, да, противоречит, ну, собственно, я так понимаю, разница в ценностях у вас. Но в то же время задевает вас его, так сказать, понимание вашей ситуации. Я думаю, что то, что вам делать, вы можете решить сами. Психологи не отдают советов. Но разобраться в том, как вы воспринимаете себя, как вы относитесь к себе, и нет ли у вас каких-либо комплексов по поводу возраста и так далее. Вот, разобраться в том, чего вы хотите. Вот, как сейчас вы говорите просто, что стоит ли соглашаться на отношения. Ну, мне кажется, люди на отношения не соглашаются вообще. Мне кажется, что на отношения не надо соглашаться. Мне кажется, что если у вас есть к человеку чувства, то вы эти чувства вполне можете проявить. И вас это может привести к разным моментам. В частности вас это может привести к отношениям, может привести к дружбе, может привести к интимной связи. Но именно согласие как такового, я думаю, что не может быть в отношениях. Вот это то, как я вижу в целом вашу ситуацию. Я понимаю, довольно хорошо понимаю, что вы находитесь на своего рода перепути. Вот, я понимаю, что вы очевидно пытаетесь решить некую свою проблему, скажем так. Вот, какую-то. Ну, мне думается, что решать её такой ценой не стоит. Вот, также интересен момент, где вы идёте на свидание с человеком. То есть, вот, очень интересен этот момент. То есть, если вы идёте, ну, если вы идёте на свидание, то какой формат общения у вас получается человек. Да? И тут спору спросить, как у вас обстоят дела с вашими хобби, увлечениями. Вот, и служит ли что-то препятствием для того, чтобы в этой сфере или сферах у вас были знакомые, в том числе мужчины, с которыми у вас было общение. Общение. Ну, адекватное, интересное, из которого могло бы выразиться, что почему вам, почему вы прибегаете к свиданию. Вот. Как-то так. Смущает ваш вопрос, стоит ли делать мне то-то или то-то. Я думаю, что вы, будучи взрослым человеком, знаете сами, как вам поступать. А если нет, то это вопрос конфликтов внутренних. И психолог поможет их разрешить. Ну-ка, как я уже сказал, что делать будете решать только вы. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на свою работу. Удачи. Всего самого доброго. Удачи. Удачи. Удачи.